Нахожусь в Силамее на северо-востоке Эстонии, 11 августа 2021 года. Хочу показать, для чего эту развязку сделали дорожную, которая идет Таллин-Нарва, Силамее-Викона. Чтоб не скапливалось много машин. Машин сейчас стало очень много. Сейчас их пропускают по второстепенной сборной дороге. И бывают вот такие пробочки возникают. Так вот, чтоб их не было, делают эту развязку. Это вполне естественно и понятно. Вот поворот на Нарву. А я хочу вам показать, чего наши светофоры Силамеевские, которые установили. У нас же теперь здесь, где почта, почтамп, находятся светофоры. Сейчас я до них дойду, покажу. Между прочим, очень хорошее сделали. Перебегу дорогу, чтоб машинам не мешать. Между прочим, сделали хорошую подсветку памятника неизвестному солдату, да, или погибшему во Второй мировой войне. Сейчас я дойду, поснимаю. Здесь магазин у нас Павлова 1А, да, видим. Максимум большой поставлен магазин на пустыре, кто не знает. Это для тех, кто не знает. Для тех, кто знает, сами знаете, что это. Ну вот иду к регулируемому теперь дорожному перекрестку. С левой стороны у меня памятник. Сейчас я до памятника дойду. Машин стало очень много. Поэтому решили здесь сделать развязку со светофорами. Многие жители... Ну, не многие, не знаю. Я не думаю, что многие. Но думаю, что процентов 40 немножко, конечно, недовольны этим перекрестком. Вот. Думаю, ничего страшного. Покатаемся, посмотрим. И все будет понятно. Вот с левой стороны как раз памятник находится. Сейчас я дойду до него. Ну, а здесь у нас регулировка светофоров. Сказали, что 16 светофоров находится. Я не считал. Сейчас вот специально покажу, сосчитаю, сколько их. Потом там в комментариях, ну, где комментарии оставляют, напишу, сколько их всего. Светофоры работают. Вот автобус с их подошел. Помимо этого, еще и, как говорится, стрелочки поставлены. Вот. Все работает. Верхний светофор работает. Нижний. Сейчас дает проход пешеходам. Здесь сделали пешеходный переход. Красный свет горит. А там зеленый. Ну, я сейчас по островкам безопасности еще пройду. Вот так вот выглядит у нас движение по светофорам на регулируемом перекрестке. Вот. Сейчас я пройдусь. Ждем. Да, тут загорится зеленый, а там, я думаю, что красный. Ну, вот стрелки указывают, что можно ехать. А ось зеленый загорелся. Сейчас я пройду. Все, а теперь как положено. Зеленый. Зеленый. Тогда, наверное, к соседу куда-то. Сейчас я пройду к памятнику, покажу, какое там освещение. Я пробовал вечером снимать в темное время суток. Очень плохо. Вот как раз тут кручусь по этому перекрестку нашему. По развилочке. Потихонечку подхожу к памятнику, показать, как там сделали. Все аккуратно и красиво. Хорошо, да, светофоры все стали работать. Настроили их. Не знаю только, правда, до какого времени работает, я имею в виду, вечера. Но сейчас вот работает. И пикают, пикают. О, зеленый загорелся. Пойду. Вот теперь здесь стою. Там что у нас? Красный свет. Тот не зеленый. Ладно, пойду, не буду. Ну, а здесь нерегулируемый один проезд. Ну, вот подошел я к памятнику. Что можем увидеть? Видим хорошие сделаны скамейки. Также видим освещение нижнее идет, да, ряд лампочек, да. Но помимо этого еще, кстати, он освещается. Кверху тоже вот видим лампочки. Подсветка идет кверху. Здесь клумбы сделаны летом благоустроя. Также очень удобная мусорка. Тут тоже видим подсветка. Кстати, подсветка идет по всему периметру, если сказать. Вечером очень красиво выглядит все это с подсветочкой. Так вот я прошел вокруг памятника. Здесь остались надписи. Целая, как говорится, плита установлена. Так что пусть люди пожилого возраста не переживают, что памятник этот снесут и некуда будет ходить к неизвестному солдату венки класть. Такого, конечно, не будет. Ну и, кстати, очень удобно и сделали вот эти тоже мачты освещения. Вечером они подсвечиваются, дают хорошую подсветку. В общем-то, все хорошо. Тоже клумба благоустроит и все будет нормально. Тоже клумба благоустроит и все будет нормально. Тоже клумба благоустроит и все будет нормально. Тоже клумба благоустроит и все будет хорошо. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует...